Что бы я ни делал, занимаюсь я психотерапией, занимаюсь я мышлением, методологией системы и так далее. Все равно это всегда разговор о том, кто мы такие, что с нами происходит. И, конечно, сейчас, когда мы потеряли точку опоры, то, собственно говоря, что я бы хотел, чтобы мы с вами нашли, этот разговор о себе становится очень-очень важным. Мир переживает драматические изменения. Драматические, я сказал, слабо. На самом деле, таких переходов было, может быть, в истории человечества 2-3 таких фундаментальных перерождений человечества. Очень давно они были предыдущие. И мы с вами сейчас, конечно, только видим, такая, знаете, штука упала, и мы брызги пока мы видим. И пока воронка непонятна. Нету, я общаюсь с экономистами, с политологами, со всякими разными другими специалистами, которые, экспертами. И все говорят в один голос, что изменения такие, что у нас нет моделей для того, чтобы предсказывать, что будет дальше. То есть, ну вот обычно, когда есть кризис, мы все знаем, там, кризис 8-го года, там, 14-го, там и так далее. Всегда вроде бы все одним и тем же происходит образом. А здесь кризис непредсказуемый. И он будет дальше разрастаться, будет разрастаться геополитически, будет разрастаться экономически. И сама наша, ну, я думаю, что среди моих зрителей есть люди из разных стран. Вот. Я сам, в общем, человек, любящий многие страны, кроме России. Вот. Но каждая все равно, и Россия, очень сильно будет перемалываться молохом этим изменений. Вот. Ну и в других странах тоже хорошего, такого светлого будущего его образ пока не рисуется. Я хотел бы вот рассказать про нас самих вот в этом бушующем мире. Вот вообще, что сейчас ощущает человек? Он себя ощущает такой плохой в урагане. То есть, ты ничего не можешь сделать. Ну, то есть, все происходящее, ну, то есть, ты что-то можешь сделать, но это вообще никак ни на что не повлияет. Да, это идет такой, как бы, водоворот, одно цепляет за другое. Вот это вот. Я тут консультировал одного товарища, говорю, когда кризис, ну, вот такое, такое, это как ураган. Хочешь устоять на месте, распластайся. Подпрыгнешь, там тебя перемелятся, как в мясорубке эти доски, все, что этот ураган уже захватил, понимаете, автомобили и так далее. Вот. Реально мы вот сейчас в такой истории находимся. И вот я хочу, чтобы мы эту точку опоры нашли. Мы прямо вот распластались, понимаете, и чтобы нас просто он не разрушил. Я счастливый человек, я пережил кризис 91-го года, 93-го, 98-го, 2008-го, ну, 9-го там, по сути дела, 14-го и так далее. При том, что, ну, в разных качествах, но я эти кризисы пережил. И я знаю, что кризис – это не приговор. И когда я говорю про кризис, я же не говорю про то, что это все унесется просто куда-то. Я говорю, что все это перемолится, перемелится, перекрутится, и дальше мы с вами окажемся в этой новой реальности. Но я доктор, понимаете, ну, я доктор не в том, что я лечу кого-то, ну, что как врач, там, в белом халате. Я доктор с точки зрения беспокойства о людях. Я Айболит такой вот, моя любимая детская книжка. Айболит, знаете, Чуковский. Вот, Тиниталкай, там, то-се. В Африку там полетели, детишки, животики болят. Вот это я все помню хорошо. И я из-за этого беспокоюсь. И я хочу, чтобы мы с вами эту точку опоры в себе нашли. И я вот думал, что же, как, вот, как бы, особенно когда в шуме. Я же, сейчас вы меня слушаете, а параллельно, понимаете, Шинин на Первом канале, там, я не знаю, Собчак с Белоцерковской, там еще же шум. И все, все мои знакомые, вот, все шумят. Я хочу, чтобы вы поняли, что делать.